Но несмотря на это, мы очень мало знаем о людях, живущих в других частях планеты. Оказалось, это абсолютно не зависит от уровня благосостояния или образования. Более того, мы катастрофически мало знаем даже о своих соседях. И вот поэтому появляются какие-то домыслы, появляются предрассудки и в итоге ненависть. Я думаю, вы в курсе, что Дональд Трамп собирается строить стену на границе США и Мексики, но мало кто знает, что стену там начали строить еще в 1993 году. И она уже занимает треть протяженности границы. Это не стена, а даже такой высокий забор в несколько метров. И много где там большие промежутки между толстыми сваями. И вот я как-то стоял у этого забора в штате Аризона. Моя рука нелегально проникала в Мексику, покупала там пирожки, кукурузу и транспортировала ее нелегально обратно в Штаты. И я через вот эти щели разговаривал с мексиканцами. Спрашивал про работу, про семью, какие-то бытовые вещи. Но подумал тогда, что, наверное, каждому из нас стоило бы практиковать иногда вот такое упражнение. Просто подойти к границе собственной резервации, к своему соседу по материку и завести с ним простой разговор о жизни. Спасибо интернету, для этого даже ехать никуда не нужно. Я каждый раз, когда приезжаю в Украину, случается примерно такая история. Кто-то из местных, услышав от меня русскую речь, принимает меня за русского и начинает разговаривать очень неприветливо и немножко агрессивно. Я сразу же говорю, что я из Беларуси. Полегче. В сию секунду ситуация меняется. Меня принимают как родного брата, практически обниматься лезут. Но что произошло? Я за эту секунду не стал другим человеком. Мы почему-то привыкли делить людей на группы по внешним признакам. Наверное, потому что так проще структурировать мир, его понимать, делить всех на своих, чужих. Условно, все мусульмане опасные, все буддисты добрые. Нам понятно, как к ним относиться. Но я почему-то так не думал, когда в Восточном Тибете буддистские монахи начали бросать в меня камни ни с того ни с сего. А другие монахи с кулаками практически на меня бросались, требуя деньги за автостоп. Это очевидно. Говорить «все буддисты добрые» так же смешно и глупо, как утверждать «все блондинки тупые». Но по такому же абсурдному и нелогичному принципу мы судим всех людей, которых ничего не знаем. Да, вам может быть непонятно, и вам может не нравиться культура пакистанцев, но это не значит, что вам не нравятся сами пакистанцы. Вы же не встречались ни с одним из них? Я как-то снимал для своей программы пакистанского студента, который совершал намаз. Как только он закончил с молитвой, он вдруг почему-то начал рассказывать, какие порносайты любит посещать больше всего. За этим было невероятно интересно наблюдать, потому что минуту назад я видел мусульманина. А потом вдруг я увидел простого парня. И чтобы эту разницу заметить, понадобился всего лишь коротенький разговор. Вы можете бесконечно читать книги, фильмов смотреть бесконечно много и поглощать всю эту информацию о других культурах, но она никогда не даст вам вот этого эмоционального чувства понимания, когда вы человека не объясняете логикой, а просто его чувствуете. Вот это состояние, когда единственное, что вы можете ему сказать, это «Братан, я тебя так понимаю». И магия в том, что вот это чувство можно словить где угодно, в любой части планеты, с любым человеком. В панамских джунглях, где женщины ходят топлес, а люди живут в домах на сваях без стен, мы обсуждали с ними, какие татуировки модно носить у нас, какие у них, они очень красиво себя разукрашивают. И я в какой-то момент почувствовал вот этот контакт человеческий. Или в криминальном гетто Кингстона на Ямайке с бывшим зэком мы обсуждали, как вкуснее пирожки с капустой приготовить. И я почувствовал вот этот человеческий контакт. Ребята с Гаити, которых я до смерти боялся, я в итоге познакомился с компанией очень криминальных, как мне казалось, парней в ужасающем гетто, скорее, трущобах. И через пять минут буквально разговора выяснилось, что они любят жареную курицу, слушают Рианну, переживают, если фотографии мало лайков собирают. Они, да, они искренне верят в существование зомби. Они до смерти боятся колдунов вуду. Но оказалось, если разговаривать с ними не о политике, не о религии, не о своих собственных предубеждениях, у тебя не будет ни единого повода этих людей бояться. Или их не любить. Потому что перед тобой такие же парни, как ты сам. И как-то так само получилось, что все видео, которые я снимаю, они уже вообще не про путешествия. Это сплошь разговоры с местными людьми. Наверное, потому что для меня это оказалось самым действенным способом борьбы со страхом перед неизвестным. И самое главное открытие, которое я для себя совершил, в том, что на базовом уровне вот этих жизненных ценностей мы все практически одинаковые. В какой бы мы культуре ни жили, в каких бы условиях, мы же все любим посмеяться, все любим вкусно покушать, музыку, хотим красиво выглядеть, быть любимыми, не быть одинокими. То есть существует вот этот универсальный язык, перед которым все различия и границы стираются. Это язык жизни, язык наших простых повседневных интересов и повседневных проблем. Стоит просто снять с человека ярлыки вероисповедания и национальности, и все. Он моментально станет к тебе ближе и, главное, понятнее. Я не до конца понял очень многое из того, что увидел в путешествиях, но я как минимум научился принимать это как норму. Скорее даже я для себя понял, что нормы в принципе не существует. Да, есть хорошие люди, есть плохие люди, однозначно, но нет плохих культур и хороших, нет правильного образа жизни и неправильного. Они просто все очень разные. И как только я это понял для себя, мне стало легче жить, потому что исчезла внутренняя конфронтация. Когда нет осуждения, нет конфликта. Я, конечно, продолжаю выставлять оценки. И какие-то люди мне понравились больше, какие-то меньше. Но я очень рад, что вот эти свои лайки и дизлайки условные выставляли людям только за их личные качества, их поступки. Я убежден, чтобы остановить вот эту глобальную ненависть, чтобы, возможно, даже прекратить масштабные конфликты, нам просто нужно научиться говорить друг с другом, как человек с человеком. Не о чем-то грандиозном и неосязаемом, а о нашей жизни, о том, что нас волнует ежедневно. И, конечно, о наших семьях, о любви, о мечтах. И мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас однажды подошел к другому человеку, которого он не любит по какой-то причине, и завел с ним вот такой простой разговор о жизни. И я уверен, что спустя всего лишь несколько минут ваши с ним отношения изменятся навсегда. Спасибо.